Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзора на машины в формате тест-драйвов, а также в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Поскольку наша компания занимается продажей поддержанных автомобилей, довольно свежие модели, до сих пор стоящие на конвейере, попадают в наши руки не так уж и часто, но сегодня случилось исключение. И, конечно, мы не могли не воспользоваться возможностью и не представить вам наше субъективное видение такого автомобиля, как Kia K5 третьего поколения. Встречайте! Kia K5 Kia K5, появившийся в 2019 году, это третье поколение модели концерна. Предыдущие версии машины на нашем рынке были известны под наименованием Kia Optima. Этот автомобиль выпускался и выпускается до сих пор для трех рынков сбыта. Собственно, домашний корейский рынок, рынок России и рынок Соединенных Штатов Америки. В данном конкретном случае модель имеет значительные региональные различия. В частности, в линейке агрегатов. Так, для рынка Кореи эта машина была представлена с одним из четырех вариантов двигателя. Мотор бензиновый 1.6 на 180 л.с. с турбонаддувом, с автоматической восьмиступенчатой коробкой и передним приводом. Двигатель объемом 2 литра на 160 л.с. также с восьмиступкой. Гибридная версия на 152 л.с. и двухлитровая версия для работы на природном газе, которая не имела ни бензиновых форсунок, ни бензинового топливного бака на 146 л.с. На российском рынке агрегаты были уже другие. Нашему потребителю эту машину предлагали с двигателем 2 литра на 150 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, либо со старшим мотором 2,5 литра на 196 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Привод на российский рынок сугубо передний. А вот для рынка Соединенных Штатов Америки версия с двигателем 1.6 турбо и автоматической коробкой могла иметь и привод на все четыре колеса. Ну а старшей в линейке для рынка США был вариант на 290 л.с. 2,5 литра с наддувом и роботизированной коробкой передач. Наш сегодняшний экземпляр – это машина, импортированная из Кореи. Пробег автомобиля 52 тысячи километров. Год выпуска – 2020. Двигатель 2.0 на 160 л.с. и восьмиступенчатый автомат. При взгляде со стороны Kia K5 не производит впечатления громоздкого автомобиля. И тем не менее, габаритные размеры у него очень солидные. Длина машины 4 метра 90 сантиметров, ширина 1,86 метра, а высота 1,44 метра. При этом колесная база машины составляет целых 2 метра 85 сантиметров. Но, удивительно, небольшая для таких габаритов масса – всего 1415 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, для этих седанов он составляет от 90 до 140 микрон, если говорить про заводской окрас. Говорить о появлении коррозии на кузовах этих практически новых автомобилей пока еще преждевременно. К этому вопросу будет иметь смысл вернуться лет эдак через 7. Ну и по традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. Несмотря на то, что это седан, но седан не маленький, соответственно, определенные грузовые возможности ему все же положены. Получить доступ в багажник этого автомобиля можно тремя путями из салона, с брелка ключа, а также при помощи неприметной кнопки на самой крышке багажника. Багажник у этого автомобиля отнюдь не маленький. Его каталожный объем 510 литров, но картину несколько омрачает узкий проем, поскольку все-таки это не лифтбэк. И тот же самый Kia Stimber, конечно, предлагает немножко больше универсальности в вопросе грузоперевозок. Ширина проема багажника в его верхней части 110 сантиметров. Что касается ширины внутри, в задней части, в наиболее широкой, это 149 сантиметров. А между колесными арками уже меньше, порядка 102. Длина багажного отделения по полу при этом составляет 110 сантиметров. А высота от пола до крышки где-то ориентировочно около 54. Что касается перевозки длинных грузов, то в данном случае нам положен небольшой лючок для лыж в спинке заднего сидения. Но, опять же, по меркам автомобилей с кузовом седан, сам по себе багажник в этой машине довольно большой. Сам багажник в данном случае отделан ворсистым материалом. Каких-то дополнительных удобств здесь, в принципе, нет. Но под фальшполом багажника в нашей корейской спецификации скрывается формованная пенопластовая ниша под всякую разную мелочевку и ремнабор в виде компрессора и герметика. На российских Kia K5 в данном случае будет запаска плюс набор штатного инструмента. Ну а теперь про салон Kia K5. Попадая сюда, первое, что отмечаешь, это разницу между предыдущим и нынешним поколением модели. Если Kia K5 предыдущей генерации была простовата, то у нынешнего поколения с этим все в порядке. Качество отделки материалов салона, дизайн и исполнение в целом не вызывает никаких нареканий. Как, собственно, и посадка за рулем. В нашей комплектации у автомобиля полностью электрифицированный салон. Водительское кресло имеет электрические регулировки и функцию памяти на два положения. Сидение пассажира также имеет электрические регулировки. Причем регулировки эти имеют довольно-таки большой диапазон. Если я полностью отодвину назад сидение водителя и опущу его максимально вниз, то я не достаю левой ногой до пола салона, в принципе, даже если вытяну носок. А мой рост 1,86 м, так что за рулем этого автомобиля даже рослому человеку устроиться будет легко. Что касается регулировки руля, в данном случае она механическая, но имеет очень большой диапазон. Естественно, в двух плоскостях. Теперь в том, что касается клавиш и приборов. Приборная панель у этой машины полностью цифровая. Она эталонно читаемая и очень даже удобно скомпонована. То же самое относится и к огромному дисплею мультимедийной системы. Каких-либо вопросов в плане читаемости, яркости или логики навигации в бортовом меню у меня лично в данном случае не возникло. Конкретно по клавишам управления. Под левой рукой на довольно-таки удобном подлокотнике, который имеет еще и небольшой отформованный выступ, чтобы рука удобно лежала на клавишах и не сваливалась вбок, по всей видимости, расположен блок управления стеклоподъемниками и боковыми зеркалами. Здесь все стандартно, разве что дизайн клавиш немножко отличается от того, что мы привыкли видеть на масс-маркете. Подрулевые переключатели в этом автомобиле располагаются ровно там, где должны пользоваться ими удобно, и они тактильно приятны. По крайней мере, все здесь включается и переключается без дешевых пластмассовых щелчков. На рулевом колесе в данном случае у нас сгруппированы традиционно с левой стороны клавиши управления мультимедийной системой и телефоном, а справа круиз-контроль управления этой системой, а также управления функциями продвинутого круиза. Это автопилот удержания в полосе и контроль дистанции. То бишь машина может выдерживать скорость впереди едущего автомобиля, что крайне удобно при движении по загруженной трассе. Догнали фуру, машина притормозила рабочими тормозами, вы совершаете обгон, и автомобиль возвращается на ранее заданную вами скорость движения. Под большим монитором, на который, кстати, выводится картинка с камер кругового обзора, причем отдельно стоит отметить качество изображения с этих самых камер, что действительно позволяет вам полностью полагаться на них при парковке автомобиля, у нас располагается панель управления климат-контролем. Климат в данном случае полностью автоматический и рассчитанный на две зоны. Причем физических клавиш на этой панели климата только две. Первая активирует обогрев лобового стекла, ну а вторая – это обогрев заднего стекла. Все остальные кнопки в данном случае сенсорные, отклик очень быстрый, и, в принципе, опять же, вопросов здесь нет. Еще ниже панели климата, за декоративной крышкой, у нас скрывается 12-вольтовая розетка, USB-разъем и зарядка, также в формате USB. Селектор коробки передач в данном случае выполнен в виде шайбы, и, кстати говоря, пользоваться им очень удобно. Здесь правильное усилие, он довольно приятный на ощупь и абсолютно информативный. Практически никакого привыкания переключатель этой коробки не требует. Еще ближе к подлокотнику располагаются удобные клавиши-тумблеры управления подогревом и вентиляции передних сидений. В данном случае они оснащены и тем, и другим. Клавиша включения-выключения подогрева руля, шайба управления режимами работы автомобиля, в том числе режимом эко, спортивным, либо режимом комфорт, что, кстати, приводит также к изменению графики на приборной панели при переключении режимов. И клавиша активации режима помощи при парковке. Если вы включите эту кнопку, то при выходе из автомобиля, когда вы его закроете при помощи клавиш на ключе-брелке, вы сможете пододвинуть автомобиль по прямой, ближе, либо дальше. Это полезно, если, например, вы припарковались в каком-то ограниченном пространстве, где тяжело открыть двери. Перед подлокотником в центральном боксе у нас есть карман, где располагается слот беспроводной зарядки для телефона, что достаточно удобно. Просто воткните его туда, и телефон начнет заряжаться. Что касается разного рода кармашков, бардачков и подстаканников. Здесь есть карманы в боковых дверях, правда, они не очень глубокие и небольшие. Два подстаканника на центральной консоли. Бардачок внизу у нас довольно-таки небольшой по объему. Сюда войдет что-то типа книжечки, либо сложенные вдвое документы формата А4. И есть большой бокс в центральном подлокотнике. В принципе, все. Не так много, но для автомобиля класса седана, в принципе, достаточно. Что касается обзорности у К5. В данном случае вопросов по обзорности вперед, по большому счету, нет. Линия остекления, несмотря на небольшую высоту автомобиля, здесь довольно низкая. Есть дополнительные форточки рядом с зеркалами. И при этом весьма неплохо видимый из автомобиля капот. Единственное, небольшое фи, которое можно высказать конструкторам этого автомобиля, относится к боковым зеркалам. Здесь они небольшие по площади и зауженные к краю. Видно в них не так много, как хотелось бы. Но на автомобиле присутствует система мониторинга слепых зон BSM. Соответственно, если в слепой зоне у вас оказался другой автомобиль, система предупредит вас оранжевым огоньком на краю зеркала заднего вида. Так что, в принципе, жить с этими зеркалами тоже можно. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается пространства на заднем ряду Kia K5. Мой рост 1,86 м. И, в принципе, я расположился здесь достаточно удобно. Запас пространства есть как по длине, причем до переднего сидения, которое для выхода водителя отодвинулось максимально назад, так и над головой. Запас тут еще остается. Под левой рукой удобный подлокотник, обшитый кожей. Здесь клавиша стеклоподъемника и кнопка включения-выключения подогрева заднего сидения. Причем он может работать в двух степенях нагрева. Также присутствуют, пусть и механические, но все-таки шторки. Есть собственные дефлекторы вентиляции у задних пассажиров, 12-ти вольтовая розетка и USB-зарядник. Здесь посредине также присутствует подлокотник с двумя подстаканниками и лючок в багажник. В нашей комплектации кресло переднего пассажира оборудовано дополнительным блоком клавиш управления, что позволяет вам, находясь сзади, увеличить себе пространство для ног, если вы привилегированная персона, чье место сзади справа. Что касается угла наклона спинки заднего сидения, здесь претензий нет. Сидеть удобно. Единственный момент, который стоит отметить, находясь на заднем сидении Kia K5, это небольшой запас пространства по высоте для ступней задних пассажиров. Фактически ваши ноги находятся под передним сидением. Причем каркас сидения здесь настолько низкий, что взъем стопы буквально упирается в его поперечную часть. Так что либо ноги стоят на полу, и тогда у вас может не хватить высоты подушки сидения для того, чтобы у вас появилась опора под ногой, либо все-таки вы заталкиваете их под сидение и садитесь более расслабленно. Но тогда, соответственно, ногой вы будете постоянно ощущать нижнюю часть переднего кресла. Ну а теперь поговорим про двигатели Kia K5. На этой генерации мы затронем только основные варианты силовых установок, с которыми вы имеете шанс столкнуться, если будете покупать такой автомобиль на вторичном рынке в России. Если речь пойдет про корейские варианты под капотом таких автомобилей, вы можете обнаружить, по сути, два наиболее распространенных мотора. Первый имеет объем 1,6 литра. Его индекс G4FP. Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров. Впрыск топлива на таких моторах непосредственный, то есть стоит ТНВД и форсунки высокого давления. Двигатель имеет турбину и выдает мощность 180 лошадиных сил, а также солидный крутящий момент, что-то около 260 ньютонометров. Привод ГРМ цепной и имеются фазорегуляторы. Такие двигатели довольно чувствительны к качеству топлива, а также имеют склонность к нагарообразованию со временем, благодаря системе прямого впрыска топлива. Ресурс подобных моторов, заявленный производителем, около 240 тысяч километров. Как оно будет на практике, покажет время. Предпочтительным с точки зрения ресурса и надежности является наш вариант. Это G4NM. Двигатель, относящийся к линейке новых моторов семейства SmartStream. В отличие от мотора 1,6 GDI, в данном случае впрыск топлива самый обычный, распределенный. Соответственно, нет проблем с нагарообразованием, да и к качеству топлива такие моторы менее привередливы. Это тоже рядная четверка, которая выдает 160 лошадиных сил и 196 ньютонометров крутящего момента. Двигатель довольно экономичный и разгоняет седан до 100 км в час где-то за 10 с небольшим секунд. Здесь также цепной привод ГРМ и наличствуют гидрокомпенсаторы. Ресурс этих моторов более 300 тысяч километров пробега. Этот двигатель также оснащен продвинутой системой фазорегулирования CVVL, которая позволяет получить более эластичные характеристики мотора и сделать его удобнее в разных режимах городской эксплуатации. Ну а что касается копяток для российского рынка, то здесь под капотом машин будут двигатели нам более привычные. Двухлитровый агрегат здесь носит наименование G4NA. Этот мотор хорошо знаком по таким автомобилям, как, например, кроссовер Hyundai Creta или Kia Sportage Hyundai Tucson. Обычный распределенный впрыск топлива, 150 лошадей и 190 ньютонометров крутящего момента, а также возможность работать в том числе на 92-м бензине. На К5 идет уже модернизированная версия данного агрегата, которая с завода оснащена маслофорсунками для охлаждения поршней. Соответственно, и проблем с задирами, по идее, на моторах новой генерации быть уже не должно. Ну а максимальный по объему и мощности на российских К5 моторах – это G4KM, опять же относящийся к новому семейству SmartStream. Рядная четверка, алюминиевый блок, алюминиевая головка блока, два распредвала фазовращателя, цепной привод, ГРМ. Гидрокомпенсаторы здесь есть. А еще есть комбинированный впрыск топлива. Эти моторы имеют два ряда форсунок – прямого и распределенного впрыска, которые включаются в работу в зависимости от режима движения. Здесь нет проблем с нагарообразованием. Да и вообще, в принципе, пока каких-то системных проблем с этими двигателями нет. Как покажут себя электронноуправляемый термостат, а также маслонасос с регулируемой производительностью, покажет время. Но, по крайней мере, пока примерный ресурс данных силовых установок не должен оказаться меньше, чем 250 тысяч километров пробега. Все двигатели К5 относятся к высокому экологическому классу Евро-6. Соответственно, каталитический нейтрализатор на них расположен ближе к головке блока цилиндров для более быстрого прогрева нейтрализатора и для его более быстрого включения в работу. Поэтому на больших пробегах присутствует риск попадания керамической пыли от катализатора и повреждения поршневой группы. Чтобы этого избежать, следите за тем, что вы сюда заправляете в плане качества топлива, а также следите за исправностью системы зажигания. Категорически не рекомендуется эксплуатировать эти двигатели со сбоящими катушками зажигания, а также вовремя меняйте свечи. По коробкам передач на этих автомобилях, это касается и шестиступенчатых, и восьмиступенчатых автоматов, вопросов пока нет. Да и, в принципе, коробки у Hyundai Kia последних поколений весьма удачные агрегаты. Ну а прежде чем посмотреть на Kia K5 снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Кстати, каталожное значение 155 мм, но вооружившись рулеткой и проведя первый замер визуально самой низкой точки кузова, можно констатировать, что это не совсем правда. На самом деле расстояние от асфальта до переднего подрамника – это всего 130 мм. Так что стоит дважды подумать, прежде чем пропускать высокое препятствие между колес. Но если вы паркуетесь к поребрику, то до переднего бампера от земли как раз-таки порядка 160 см. Естественно, брызговичок висит ниже. Что касается расстояния за передним колесом, до порога здесь целых 18 см. Расстояние до порога в задней части 17, а брызговичок висит в 15 см от поверхности земли. Ну а расстояние до заднего бампера в данном случае – это 23 см, что в принципе нормально. И позволяет парковать К5 к поребрику или к высокому препятствию с задним ходом практически без опасений что-либо повредить, поскольку выхлопная труба и глушитель в данном случае у нас находятся практически в габарите заднего бампера. Что касается ходовой части, Киа К5 в данном случае имеет традиционную для автомобилей бизнес-класса ходовку. Передняя подвеска здесь типа Макферсом. Передние рычаги сами по себе, как на многих современных автомобилях, уже не производят впечатления каких-то особо основательных. Рычаги интересной формы, но при этом довольно тонкие. Шаровая опора в данном случае выполнена с рычагом неразъемной и меняться будет только в сборе. При этом рулевые наконечники в данном случае гораздо основательнее, и размер шаровой рулевого наконечника здесь больше, чем шаровой нижнего рычага. Еще в передней части этого автомобиля обращает на себя внимание тот самый кат-коллектор, расположенный вплотную к головке блок цилиндров, а также наличие большого количества заводского антикора на незакрытых защитами местах на днище автомобиля. В частности, слоем антикора здесь обработаны передние лонжероны. Практически все остальное днище автомобиля здесь закрыто либо защитными экранами, либо теплозащитой вокруг выхлопной трубы. В задней части автомобиля из-под защиты кое-где просматривается топливный бак, объем которого 70 литров, что очень даже неплохо по современным меркам. Ну а задняя подвеска Kia K5 традиционно для бизнес-класса представляет собой многорычажную схему по три поперечных рычага и продольная. Соответственно, при покупке подобного автомобиля в БУ-состоянии, когда их средние пробеги уже перевалят за отметку в 100-150-200 тысяч километров, надо будет внимательно осматривать заднюю подвеску на предмет исправности соленблоков. Стояночный тормоз здесь электронный. Ну и, собственно, задняя часть автомобиля, напомним, автомобиль для корейского рынка, это не российская спецификация, также в некоторых местах имеет значительный слой антикора. Например, на нише, где на российских машинах располагается запасное колесо. Но вот сам металл кузова, если мы посмотрим выше, имеет защиту только на швах соединения. Таким мы увидели сегодня автомобиль Kia K5 третьей генерации для корейского рынка в спецификации на 2 литра 160 лошадиных сил на восьмиступенчатом автомате. Пробег автомобиля, напоминаем, 52 тысячи километров, год выпуска 2020. Если у вас была или есть до сих пор Kia K5, на которой вы успели уже намотать солидные пробеги, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, укажите все это в комментариях людям, которые задумались о покупке подобного автомобиля. Ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике, вы можете уточнить всю интересующую вас информацию по автомобилю, воспользовавшись контактными данными в описании под видеороликом. Звоните, пишите. Спасибо за просмотр и всего хорошего. До новых встреч на канале. Пока.